всем добрый день всем привет из подмосковья но сегодня начинаю посадку своей питунья вот прежде чем скрыть пакетики хотела вам немножко показать что новенького я купила и вообще какие питунья буду сажать у себя в саду контейнер уже все готовы сейчас пролила их водичкой заполнила грунтом накрыла чтобы не испарялась влага уже все опрыснула стоят ждут своих посадок мои контейнеры ну вот первое хотела вам показать вот здесь в корзиночке мне находится ампельная питунья из нового я купила знаете что хочу попробовать вот калибруха многие сажают очень такая она объемные у нее плети большие немножко отличается от питуньи мелкие мелкие цветочки до трех сантиметров ну и очень ветвистая такая она по побегам где-то полтора-два метра у нее побеги но такие одервеневшие и отличаются от питуньи ну вот хочу попробовать здесь всего три семечки в этом пакетике цена 127 рублей покупала в магазине флора не в леруа не вот в этих объемных больших магазинах голомаркетах я просто в своем таком вот цветочном магазинчике вот такой вот цвет там только один был беленький вот решила взять попробовать посмотрю видно вам написано значит цветочек до трех сантиметров и высота длина побега 100 сантиметров немножко она повреждается более сильно чем питунья от дождей и в общем рекомендации такие чтобы хранить ее где-то под навесом ну в общем беречь от дождя иначе лепесточки очень сильно приходит в негодность после сильных дождей загнивает и даже может погибнуть ну хочу попробовать взял один пакет три штучки высажу ну остальные питуньки я уже сажала такие покажу вам сейчас вот серия вельвет лежит здесь у меня джаконта супер голубая я ее уже тоже сажала в прошлом году очень красивый такой темный такой вот пишут они голубая он такой вот фиолетовый цвет темный темный а вот новую купила питунью меня сейчас пододвину не бела f1 сиреневая звезда тоже новиночка очень приятная такая нежная она вроде бредно бредно такая сиреневатая на картиночке с таким темного горлышком вот такую красную захотела тоже это я покупала еще в прошлом году и и хочу тоже посадить ну и вот такой вот желтенькую тоже взяла очень мне понравилось ампериная питунья очень красивая волнистый такой лепесточек у нее по краешку идет и вот с таким вот лимонным горлышком очень симпатичная она понравилась мне тоже поиск фирма ну и моя вот это которая вам показывала уже ампельная опера малиновые жилки замечательный цветочек такой у нее я показывала в конце в конце самого ноября она цвела прям уже доцветала у меня в бре очень красивый был там цветочек у нее там несколько штучек всего оставалось но вот я успела ее заснять ну и вот такие еще хочу вам показать которые пустовые такие по высоте где-то от 30 до 45 сантиметров небольшие я их тоже всегда сажаем не очень они нравятся можно посадить в небольшие кашпо замечательно развиваются они но обязательно вот это пикоти моя любимая или халахуп вот ольга в прошлом году я сажала такая она знаете гранди флора такая в общем с большим объемом цветка до 10 сантиметров высота небольшая а цветок сам очень большой очень красивые вот это название ольга мое ну и вот это пикоти то же самое как и вот такая вот фиолетовая крупноцветковая петуни тоже до 10 сантиметров цветочек и здесь вот покажу вам быстро растущая халахуп замечательные обожаю вот такие вот красивые с этими воланами цветы прелесть ну новенькую вот купила посмотрите название такое каркулка петуни гранди флора однолетник тоже от поиска сейчас вам покажу что здесь написано у нас это тоже какая-то новиночка написано очень нарядный крупноцветковая бахромчатая 30-35 ну и в общем так далее цветы крупные с волнистыми лепестками очень интересный окрас мне понравился и я ее прихватила посмотреть какая нарядненькая волнистый как вот фрилит у меня сажала белую и розовую очень похоже ну расцветка здесь более яркая еще хотела вам показать взяла вот такие две новиночки никогда не сажала такую расцветку но вот увидела там у многих на сайтах вижу девочек у блогеров так вот вроде по и понравилось думаю то я попробую возьму тоже пару пакетов посмотрю как будет смотреться вот было только два цвета не знаю каких цветов еще они там бывают пока вот особо не углублялась в эти дела ну вот попалась она мне по цвету вот такая розовая и фиолетовая в белую крапинку чешская линия новая какая-то чешскую линию я не видела обычно американские вот эти вот линии итальянские здесь семь дрожжи и скалить бесконечную вселенную звездное небо тайны космоса или простую радость и веселое настроение на ваших клумбах подоконниках или в озонах могут производить своим необыкновенным видом уникальные гибриды новейшей серии dot star f1 вот так девочки будем сажать и пробовать наверняка они нас порадуют чешская линия наша но вот такие новиночки семена от ганечкины у меня тоже были уже гигантские цветы тоже красивая такая она более такая насыщенная это вот лимонная более идет какая-то это вот с таким вот ярким ярким горлышком внутри и еще вот купила посмотреть вот такую вот хорошенькую очень симпатичная прям прелесть такой кустик симпатичный мне прям понравился она беленькая и внутри вот такое тоже простое горлышко желтоватая цветочек 7 сантиметров такая она 30 сантиметров всего высота но обильно цветущие тоже пишут они здесь что такой очень компактный кустик и в общем то очень интересная такая вот супер компактная многоцветковая с фантастическим пышным цветением в итальян от итальянской компании фаром течение всего сезона растение хранит аккуратную форму не требует прищипки ну вот будем сажать сейчас все у нас готова к посадке наша работа потихонечку начинается садовая очень приятно но также занимаемся еще и рукоделием нашим еще зимние месяца не закончились только самая серединка нашей зимы ну вот такие ячейки земли у меня подготовлена показывать сам посев семян я конечно не буду на пакетиках все прекрасно написано любую информацию можно найти знаете что семена самое главное раскладывается только на поверхность нашей земли обязательно соблюдается хорошая влажность внутри контейнера в течение 70 дней даже 14 потом только начинается проветривание если хорошо за это зайдут наши семена но и обязательно нужно подсветка сейчас потому что световой день короткий мрачный солнышко нет у нас буду ставить под подсветочку на 12 часов хотя вот такие блогеры которые выращивают большие объемы цветов рекомендуют первые две недели на 24 часа ставить под подсветку семена но у меня такой возможности нету буду ставить на 12 часов в течение дня думаю что будет все хорошо потом покажу посмотрим еще как зайдет как не взойдет какие семена у нас тут находится в пакетиках хороший или не очень но хочу хотя хочу сказать вам срогутности ставит они большой то есть здесь вот есть семена и до двадцать четвертого года и до двадцать пятого года семена петуни будем смотреть уже все по факту всем спасибо за просмотр всем всего хорошего сажайте начинайте наш посевной этап потом у нас будут овощи феврале а сейчас пока вот петуния и на очереди у нас еще лабылия